это скорректированная новая немножечко вы увидите изменения некоторые по маркетингу поэтому скорректированный powerpoint модель наша которая сегодня является официальной единстве я убрала отсюда файлы вы наверное видели в английском варианте есть еще файлы по айди шоппинг я их брала потому что мы по этим вопросам вообще еще не разговаривали думаю что скорее всего так все останется но опять же пусть это лучше будет вторым этапом потом будет официальный новый powerpoint будем с ним работать сейчас все то что необходимо сейчас знать скорректированы вы видите все основные мотивационные части я скорректировала на русском сделал то что могла учитывая что нет открытого исходника это приходилось ну вы видите наверное исправление все видны но уже работоспособен powerpoint можно использовать поэтому основные части остались что касается у нас и коммерции payment exchange и трейдинг почему оставила университи здесь там у нас в английском варианте страхование вот если переводить последняя часть вот 4 с левой стороны нижняя колонка там английском варианте я один университи оставила потому что это доля работы сандры и они будут это будут ну не тысячи курсов но будут видео уроки для личностного профессионального развития поэтому это вариант что касается остальных подразделений все четко продукты не весь перечень ну достаточный потому что он все время растет и добавляется форма наращивания линейки продуктов она работает на всех континентах на сегодня все стараются это делать единственное что его еще организовать нужно в достаточном варианте но ему не разорваться жуэлу поэтому на сегодня работал приоритетная сумбрелой конечно вернуться все программисты не забываем что у него команда из трех человек который каждый отвечал за свое направление вернуться будет проще но на сегодня это рабочий вариант рабочий который уже возможно заказывать покупать я просто пока не рекомендую у нас опять все границы закрыты есть испанские варианты есть варианты международных что откуда но опять доставка да вы знаете как сейчас протекает доставка поэтому не дело сказал это следующий шаг не будет коронавирус длиться вечной карантинами будут лица вечно это следующий шаг поэтому посчитала возможным пока это не трогать но уже у нас ноября заявлены ваучеры я очень надеюсь что с ноября мы сможем уже они договариваются работы с почта если договорятся нормально с работа с национальными почтами по миру да то есть международная почта это вариант да пускай будет долго идти но ваучеры с ноября у нас уже готовы к действию то конечно почему я не хочу тратить деньги потрачу ваучер на какой-то вид продукции который будет да это следующий этап я об этом скажу чуть позже когда к ваучерам подойдем поэтому е-коммерс все понятно дальше экченч банк криптовалю криптобанк обменичные социальные цифровые монеты банк у нас договоренность вот сейчас мы подвешены в воздухе у нас договоренность была с бразильским банком это помним да который дал нам онлайн банкинг возможность его привязки уже технической интеграции на нашу систему но конечно интереснее работает с банком который сейчас заходит швейцаем во первых европейская регистрация во вторых это все-таки брикс страны брит что такое бразилия брикс бразилия россия индия г что на брикс китай и с последняя это южная африка поэтому вот эти страны практически все континенты то очень интересно конечно когда через международное сотрудничество на таких больших регионах сразу заходит информация вся и мы с вами поэтому я думаю что вот как раз сейчас за октябрь от вопрос тоже будет решен этой банки крипто банк обменник функционирует монеты у нас есть договоренности с виза с мастер-карт у нас есть не через посредников а через имитентов то есть через банк который за нас будет у нас есть договоренность сейчас бразильские банки опять нигел будут лететь туда то есть опять же коронавирус приостановил и видимо хорошо на сегодняшний момент у нас номер один россия запуск умбрела то есть запуск извините строительство завода это толчок со стороны россии брикс рассматривать нас как полноценными партнерами этого банка и это естественно следующие все шаги по обеспечению нас нашими онлайн счетами поэтому притормозилась там и хорошо потому что новый вариант пришел весьма и весьма интересный почему я сказал что нужно этот первый винтик и максимально быстро его двинуть с этим все понятно я надеюсь монетами тоже думаю вам все понятно мы неоднократно о них говорили сейчас опять останавливалась почему первые к затем игл потом у нас по плану агро и time is money последний почему ставим из маме там все в порядке и все понятно но невозможно поэтому что касается запуска телеком вот в том объеме услуг которые нам у нас они стоят да мы можем покупать опять же там объем услуг там не просто покупать у нас там скидочная часть идет монетах и запуск этого процесса в глобальном масштабе но учитывая ситуацию которую погрузился сейчас мир несколько усложнился хотя обоснование для white paper сотрудничество с телеком для всех этих процессов и реального использования нашей монеты в подтверждение функционирования нашей связи телефонии через телеком она есть но он стоит четвертым на эта монета стоит 4 и так я уже говорила перед закрытием уже рассматривали кто мы что мы каким образом можно начать свое партнерство с нашим клубом не забываем что феникс это головное подразделение основным подразделением для нас партнером является наш клуб венестиционной часто не стваäнный к что здесь закрытé клуб инвесторов да вот партнерство через клуб нам открывает возможность стать акционером инвестором и акционером либо просто акционером единожды проинвестировал и больше не понять я реальное свою инвестиции акционером навсегда поэтому партнер айди шоппинг если он просто хочет стать партнером на площадке шопинга и заплатил 47 долларов, он не имеет права называться акционером. Он не получает, вот у нас в бэк-офисе номер акции, он его не получает. Он может стать партнером ID-шоппинг. Что это означает? Он будет получать вознаграждение от покупок на шоппинге. Все, 47 заплатил, у него доступ к ID-шоппингу, все, он не размещается ни в бинаре, нигде он не получает свое место и номер акции в бэк-офисе. Это понятно. Чтобы стать партнером-акционером, мы покупаем, если я просто инвестор, я купил и просто получаю дивиденды, если я хочу получать все комиссионные, я приглашаю двоих партнеров, справа-слева мы это знаем, квалификация, и начинаю двигаться и получать все вознаграждения по маркетингу. Партнер-акционер плюс. Это третий вид, скажем так, участия, который на сегодня еще не активен. Почему? Договоренность есть, туризм, туристическая компания, о которой мы все время говорили. Опять же, договор, соглашение, все мы это видели. Но учитывая, что апрель, начало нашего движения, это двинулся на октябрь, то есть поэтапно все это зайдет. Я приоритеты вам рассказала, какие на сегодня. Но договоренности, решения, все это есть. Но у них тренар. Это наш партнер. Туризм не является нашей сферой услуг на ID Shopping. Нет. Это наш партнер. То есть здесь некоторый агрегатор нашей платформы в дальнейшем будет еще присоединяться, как я выяснила, у Мигела далеко идущие планы. Это агрегатор, который будет присоединять параллельные бизнесы. И если я хочу работать на всех площадках, я не два человека должна пригласить, а минимум три. Больше можно не приглашать. Но минимум три я приглашаю, я открываю свою активность и в партнере-акционере, и в партнер-акционер плюс. Это чтобы вы понимали. Это вот нужно было уточнить. Поэтому у нас вознаграждения будут идти 7 лидерских вознаграждений для партнеров-акционеров и 8 лидерских вознаграждений для партнер-акционер плюс. Но мы практически все по три имеем и больше, поэтому мы все будем партнер-акционер плюс, естественно. Итак, я оставила просто ID Shopping, кое-какие названия из того, что мы получим в ближайшей перспективе, останавливаться мы на этом сейчас не будем. Форма участия. Корректировка прошла по баллам. Опять же, месячная активность, корректировка и баллы в карьерный план. Мы видим, что изменился у нас только ID 5K. Этот пакет был раньше 4,5, на сегодня он 4997 плюс 47, 5047 долларов стоимость этого пакета. Решили его округлить. Все, кто имеют пакет активный 4,5 тысяч, он закончится. Я напоминаю, что технически отслеживаться будет все по этому маркетингу, начиная с момента, вот его нам дали неделю назад, утвердили, вот с этого момента практически начинается отслеживание технически вот всех работающих в новом варианте. Все, что работает в старом варианте, все будет закончено, дойдет до окончания пакет 4,5 тысячи, там 800 баллов. Мы видим, а в 5 тысячах 900 баллов в карьерный рост, поэтому все нормально. Здесь нахлёстов не будет. Мы несколько раз поднимали этот вопрос. Поэтому мы видим 97 минимальный пакет, 35,277 максимальный пакет и корректировка баллов начинается с пакета 1К. С тысячного пакета было 340, если вы помните, стало 300. 2000 пакет 2К было 600, сейчас 540. Ну и дальше вы видите, максимально, конечно, скорректировали пакеты 21 и 35. Почему? Мы стараемся максимально уйти сейчас от пирамидальности, потому что 42%, если, в общем-то, отправлять в маркетинг, у нас же включаются и следующие уже варианты выплат. Они должны включать в себя и бинар максимально устойчивый для того, чтобы там на каком-то уровне где-то как-то это не обвалилось уже колоссальной ямой. У нас так лимитированное количество партнёров, которое будет, не называют пока ни количества, ни с датой, пока нет срока до конца. Ну, миллион, не миллион, вряд ли миллион будет. Я так думаю, до старта всех трёх заводов видно будет, как и что. Поэтому у нас далеко идущих планов по партнёрству именно в акционировании нет. Они идущие, скажем так, приближённое будущее. То есть на сегодняшний момент компания нуждается, мы нуждаемся в заработке. Поэтому вот этот маркетинг для нас с вами, ну, может быть, на год работы, я не знаю как, не могу гарантировать сколько. Но мы помним, что у нас всегда лимитация шла один миллион партнёров. Я думаю, что это будет половина этого количества, может быть, ещё меньше. Поэтому постарались максимально укрепить бинар, уменьшив вот эти большие пакеты, потому что мы помним, да, пакет один падает, 35, а 10 тысяч получают все наверх. Поэтому убрали максимально, постарались скорректировать и сделать более устойчивым именно бинар. Дальше корректировка идёт у нас в краудфандинге. Мы помним, что у нас 5Х, ну, это достаточно большое вознаграждение. 5Х – это 500% суммы инвестиций всеми видами заработка. Если это просто инвестор, то дивиденды. На дивиденды на сегодняшний момент, мы видим, да, начинаются от 3%. Может ли компания платить больше? Сейчас, естественно, нет. Если компания берёт на себя ответственность выплачивать и дивиденды, и заработок по маркетингу, то минимальный барьер на сегодня 3% месячных. То есть, ну, это совсем неплохо, 36% годовых. Все стартуют с этим вопросом. Главное, чтобы вкладывались в сумму прихода. Поэтому на сегодня до запуска работающих инструментов физических по формированию наших дивидендов – это оптимальный вариант. Но скорректированы и потолки для акционеров на перспективу. Мы помним, у нас было 10, 15 и до 21. На сегодняшний момент 3 и до 10% у нас включает 2К, да, то есть 2 тысячи баллов инвестиционный пакет, 2 тысячи долларов инвестиционный пакет, и начиная с 5 тысяч долларов инвестиционный пакет до 21. Я считаю, это нормально, правильная корректировка. Долго дебаты шли по этому вопросу, долго, и решили, что правильно, меньше нагрузка идёт на систему, потому что расчёт, когда начинаем, мы помним, да, и неделя, и 10 дней, и 2 недели, а ещё до сих пор не высчитали, поэтому всё это очень сложно при ограниченном количестве программистов. Поэтому закрытие у нас идёт 27 числа текущего месяца. Напомню, каждый инвестиционный пакет, который покупает партнёр, даёт, у нас там мелким шрифтом всё это прописано, через 60 дней даёт первое начисление. 60 полных либо неполных. То есть, если партнёр не заходит 1 числа, а заходит 15, то следует, 15 дней текущего месяца, 30 дней, не 30, а 27 дней следующего месяца – это расчётный период для получения первых дивидендов. 27 числа каждого месяца – это закрытие дивидендов по этому месяцу. Выплата должна числяться в работающем варианте уже 8 числа следующего месяца. В таком случае, так Мигел сам установил график. Посмотрим, как он его начнёт после октября исполнять. Поэтому в этом случае вы получаете 1-го, 8-го числа, вот те дни, когда вы зашли, за количество дней, даты входа по 27-го числа того месяца, да, потому что полный месяц целиком – это компания. Это что касается просто пассива. Человек зашёл, инвестор, акционер, он хочет получать доход на свою инвестицию. Всё. Что касается работающей части маркетинга, мы помним ежедневное начисление и вывод от 48 до 72 часов по формированию заявки. С этим, я надеюсь, понятно. Я ещё раз это всё выставлю потом в чате, вы будете изучать отдельно все файлы. Я рассказываю изменения сейчас. Я говорила, что у нас сократятся уровни в линейном маркетинге, то есть 4 уровня всего. Первое личное приглашение решено было оставить также 10%, и линейный маркетинг со 2-го до 4-го уровня. От суммы вашего вклада инвестиционного, да, у вас открываются уровни от 2-го до 4-го. 3, 2, 1. То есть оставили таки 6. Вначале хотели 5 оставить процентов. Было 3, 1, 1. Но оставили, вы видите, 6%. Поэтому, начиная от пакета 1К, то есть от 1000-го пакета, у вас открываются все 3 уровня нелинейного, не лично приглашённого линейного маркетинга. Личники ваши 10%, апгрейды, всё это выплачивается всегда, когда работает. Далее. Начинаем работать. Через месяц нашей работы начинают у нас включаться резидуалы. Оставили в прежнем варианте, не стали урезать, потому что вырезал, ты резидуал, он был рассчитан нормально, чётко, здесь проценты чётко были выверены, поэтому у нас всего 7 уровней, да, в зависимости, опять же, от вашего пакета, начиная с 2К, то есть 2000 пакет, у вас открываются все 7 уровней. Видите, значительные проценты от вашей линейной структуры, их ежемесячных проплат. У нас проплаты, сейчас напомню, я могу вернуться на этот файл ещё раз, я на нём не остановилась, а это важно. Опять же, скорректированы как 1% от суммы вклада. То есть, вы видите, 97 – это 1 доллар и так далее. 35-353. То есть 1% от суммы вашей инвестиции. Нет, теперь, как было расчётом, странные были расчёты, особенно на маленьких пакетах, они были совершенно неприемлемы. Поэтому договорились в конце концов и скорректировали как 1% от суммы пакета. Это ваш ежемесячный, ежемесячная оплата вашей активности, из которой вы получаете резидуал. Я надеюсь, это понятно. С бинаром. Осталось всё по-прежнему. То есть, опять же, вот здесь не странно, в общем-то. Ну, ладно, скорректируют. Вы видите, что остались названия прежних, хотя по общей просьбе скорректируют, дадут уже, в общем-то, изменения эти. Все мастера просили, мы снова вернулись кониксом, даймондом, двойным даймондом и так далее. То есть, у нас ранкинги, все наши ранги уже идут в названиях драгоценных камней. Поэтому здесь тоже всё будет изменено. Но мы помним, да, вот у нас здесь они есть. Опять же, не все нужно было там изменить. Где у нас ещё они не изменили? Так, здесь. Ну, надо будет мне опять сесть поработать. Я не заметила. Изменю я здесь тоже название. Поэтому у нас все вот здесь ранги уже будут отвечать названием драгоценных камней. Осталось всё по-прежнему, как было. От 10% без ранга. Не рейтинга, а ранга. Это перевод был официальный перевод переводчика. Вы помните, старая, старая репоэпоинт. Какой у нас рейтинг? Ранг. Поэтому от 10% до 50%. И ограничение 10 тысяч максимум. Это осталось всё по-прежнему. Дальше. Вознаграждения. В принципе, суммы все остались те же прежние. Мы видим, они начинаются от изумруда у нас. Рубин, даймонд, двойной, чёрный даймонд и королевский. У нас мы видим проценты. Как они начисляться будут? От заработка вашей линейной структуры в бинаре. Вот ежедневное начисление от заработка. Вот вы видите, да, зарабатывает процент от суммы бинарного вознаграждения своих партнёров в линейной структуре. То есть ваши партнёры, вот ваша первая линия, зарабатывает в бинаре какую-то сумму. 6% от этой суммы вашей. Да? Если вы, допустим, уже чёрный бриллиант, то у вас три уровня открыта. Ваша первая линия, ваша вторая линия, ваша третья линия в бинаре ежедневно зарабатывают какую-то сумму. Проценты от этой суммы. Итак, мы подошли к ваучерам. Изменились суммы ваучеров. Несколько уменьшили, скорректировали их. Поэтому вы видите, да, что бронза тоже уже даёт ваучер. 120. 500 у нас серебро, золото 1000, оникс 2000, 3000, 5000. У нас на Изумруде ваучеры заканчиваются. Эти ваучеры в ноябре будут доступны. Уже технически они прописаны. Это всё уже есть. Поэтому я думаю, что конференция мы уже получим возможность пользоваться ваучерами. Лидерская премия начинается от рубина. Тоже скорректировали. 10 тысяч, 30, 50, 75, 100 тысяч. И понятно, что для королевского даймонда необходимо поработать. Мы помним, что у нас скорректированы баллы для карьерного роста. У нас максимально сейчас 35-тысячный пакет даёт 7 тысяч баллов. Поэтому я считаю, что скорректировано всё правильно. И это, в принципе, поможет нам всем поработать до окончания именно маркетинговой части нашей формирования акционерного клуба до определённого количества. Поможет нам поработать активно, рассказать и объяснить людям. Особенно с запуском уже в действии, допустим, первого завода. Это уже мотивационная часть, очень серьёзная. Поэтому здесь, я надеюсь, всем всё понятно. Ирина, можно вопрос? По процентам, там вот до 2 тысяч. А 4,5 тысячи к какому относится? К 21 или к 3 процентам? 4,5. А все к 3 сейчас? Сейчас все к 3. На этом этапе, я же сказала, на сегодняшний момент все к 3. А дальше, как только включается, 4,5 относится к 5. Это уже у нас 21%. И ещё один вопрос. По поводу новых партнёров. Чтобы не стали акционерами, нужно минимальный платёж сделать в 100 долларов? Да, 144, да. 47, 97. Минимальный мы уже акционер, начинают работать, да. И квалификация по 100 тоже допускается. Здесь нет необходимости показывать какой-то объём в первых квалификациях. По 100 допускается. 47 не допускается. По 100. Ещё вопрос. А закрытый клуб, он когда планируется? Или это уже как? Да, не могу. Вы видите, у нас 20-й год во что превратился. Мало ли, какие у нас планы были в 19-м. В 19-м мы считали, что до конца года, 20-го, уже наберём всё. И всё уже закроется. Потому что в планах было с апреля начинать взаимодействовать уже по финансированию заводов. И всё закрылось с коронавирусом и ушло на 4,5 месяца простое. И вернулись мы к этому только в августе. Понимаете, опять начался процесс вот всех этих согласований. Поэтому сейчас сказать точно, когда. Вообще миллион был объявлен давным-давно, миллион партнёров. Мигел на 100 тысяч настаивал партнёров. Но если мы разгонимся до 500 тысяч, ну кто помешает? Пока нормально будет работать маркетинг, и пока не войдут в действие вот хотя бы договорённости. У нас три договорённости по фабрикам. У нас 2020 год было запустить три фабрики, обязательно ещё успеем четвёртую, если успеем. Но четвёртую уже точно нет. Дай бог, российскую запустить. И хотя бы, значит, строительство в Бразилии двух фабрик. Хотя бы вот первые процессы те, которые необходимы. Потому что далее там будет недо... Понимаете как? Возможно, если... Опять же, у нас в органограмме заложена позиция отдельно административного директора и директора финансового под Мигелом. Мигел остаётся IT-директор. Самое главное программирование, то, что нельзя, в общем-то, выпускать из чёткого руководства. Но с расширением деятельности потребуется расширение IT-команды, безусловно. Вот кто заходит к нам, банковская структура, у них шикарная своя IT-платформа. Опять же, россияне, что я вам рассказываю, сами знаете. Ещё у нас там есть один, Иван Анецвиня Дяканова, привёл ещё одно очень интересное знакомство. Там вообще, у них вообще со своим блокчейном, там вообще всё. Там следующее слово блокчейн, там вообще слово последнее, совершенное. В общем-то, возможности последовательного развития на перспективу в этом направлении. Стартапы в этом направлении, их очень много на старте, которые вы тоже хотели присутствовать. То есть, как сказать, Мигел правильно останавливает. Говорит, давайте, говорит, мы не будем разгонять мысль туда, которая на сегодня нереальна. 20 тысяч, говорит, найдите. Вот начинаем с винтика, Россию запускаем, чтобы мы двигались дальше. Поэтому на сегодняшнем этапе какое количество партнёров? Если мы начнём работать активно сейчас, будем приглашать партнёров-акционеров, кто нас остановит? Никто. Потому что у нас цель и задача – минимум три завода в действии. Строительство трёх-четырёх месяцев, может быть, до шести, смотря какое количество модулей. И далее выход на производственные мощности, год на самоокупаемость. Но это всё-таки полтора года. Поэтому время у нас есть. Я не могу сказать когда-то вот что и как. Я вам просто объясняю, что даже самые золотые намерения, обоснованные, подтверждённые договорённости могут разбиваться в какие-то форс-мажорные ситуации. Слава Богу, что мы их преодолели. Поэтому сказать сколько и как, я не знаю. Но не вечно. Не вечно. В любом случае, у нас лимит существовал всегда – один миллион партнёров. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!